Всех приветствую, мои родные любимые сердцем, дорогие христолюбчики, братцы и сестры в Христе и все люди на земле. Всем желаю всего самого доброго, светлого, радостного и мирного в ваши души, в сердца, в умы, в тела, в здоровье, в семье, чтобы все у вас было хорошо. Да и вообще во все сферы вашей жизни, работа, учеба, спорт, куда вы там чем занимаетесь, хобби, чтобы все у вас было хорошо. Ну и естественно в достижении личной святости и совершенства. Мы с вами продолжаем цикл лекций, цикл монологов моих о йоге под названием «Йога во Христе» или «Йога глазами христианина». Поводом явился комментарий Елены с вопросом о том, как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане заниматься восточным искусством. Мы с вами сейчас находимся на первой ступени или степени йоги, или как ее называют эту ступень, непосредственно «Яма-йога», как чуть ли не отдельная ветку. И мы с вами находимся на одной из добродетелей или шаги. Прошли уже семь шагов и сегодня у нас Арджава. Такой вот, такая вот добродетель. Я воспользуюсь сегодня тоже не Википедией статьей и, так скажем, словарем, а неким другим. Я вот нашел вроде неплохой сайт, на котором достаточно такой большой словарь, потому что на Википедии нету статьи по этому вопросу. Что же такое Арджава? Арджава – это простота жизни. Подразумевается, что в поведении не должно быть искусственности, двуличия, неискренности. Одна из добродетелей, которую необходимо развивать. Я сразу буду комментировать. Ну, мы с вами помним прекрасно. Давайте еще прочтем кое-что, да, все-таки, а потом поговорим. «Ведение простого образа жизни без пышности и великолепия в еде». То есть, «Ведение простого образа жизни без пышности». Ну, Иисус был у нас пышным. Иисус одевался очень скромно, очень просто. У него не было кучи одежды дорогой, да, льняной и так далее. У него не было ни ослика, да, ни машины никакой. Ну, машины уж прямо, так скажем, да. Ну, ослика тогда машин не было, да. Конечно же, сейчас мы сделаем поправку на все это. Я просто так сейчас об Иисусе сначала скажу, потом на нашу реальность все это перенесем. «Великолепие в еде». Ну, Иисус, мы знаем, как питался тем, что, да, Бог подавал, так скажем, тем и питался. Было просто, да, конечно же, когда его приглашали на эти пиршества, там, возможно, было много угощений. Ну, люди, когда кого-то приглашают в гости, конечно, стараются накрыть стол поширше, покрасивше, повкуснее, да. И благоустройство в жилище. Ну, Иисус вообще себе говорил одному из человеков, который хотел за ним пойти, что ему и головы-то преклонить негде. Не говоришь о какой-то там пышности, да. «Избавление от лукавства в поведении». Ну, по поводу того, что Иисус, естественно, обвиняет других и призывает к покаянию в чем? В лицемерии, в лукавстве. Сам, естественно, был абсолютным примером и образцом для чего? Для нелукавства, да. Для говорения правды, истины, не выдавая себя ни за то, чем он не является, да, за то, чем он не является. Внешняя жизнь практикующего Арджаву должна правдиво отражать внутреннюю. И он не должен, то есть внешняя жизнь должна правдиво отражать внутреннюю. Он не должен выставлять себя тем, кем он не является на самом деле. Ну, тут все-таки мне хочется... Ну, давайте до конца уж прочтем. Источник введения в надха-йогу. Стараться быть искренним с гуру и гуру пхаями, братьями, сестрами, патхарами. Это крайне необходимо, потому что если ваши проблемы на виду, то все постараются вам помочь, чем смогут. Придерживаться Арджавы не так просто, как кажется. Когда вы открыто так же говорите о своих недостатках, вы внутри за них уже меньше цепляетесь, и ваша душа от них освобождается. Ну, по поводу вот этого всего великолепия. То есть, еще раз, Арджава – это простота жизни. Причем простота жизни, заметьте, берется два, как минимум, ну, три аспекта, опять, если мы все рассматриваем. То есть, это дух, душа и тело, да. Ну, по телу, стоит ли говорить вообще о христианстве, в теории, об учителе, по крайней мере, христианства, об Иисусе Христе. Ну, тут достаточно, как я всегда призываю тех, кто не знаком с Евангелием, с жизнью, учением Христа, познакомиться. Уж Иисус, опять, как я говорю, это само Арджава, само совершенство в этой добродетели, да. Конечно же, Иисус был не семейным человеком, это Бог, пришедший во плоти, и поэтому Он мог, конечно же, по плоти максимально, вот именно, явить в себе эту Арджаву, да, эту незаботу о внешних вещах, причем уж не говорю, просто о нужных, о каких-то еще и каком-то благолепии, пышности в этих вещах. О еде, искусности, да, как это говорят, еде, одежде, крови, я уже говорю о вещах, которых порой нам вообще не нужно, да. Особенно это актуально, наверное, сейчас звучит в мире, но это всегда актуально звучало, и человек-то от дней сотворения один и тот же, но нам реально, конечно, сейчас, как говорит, навязали, хотя мы просто такие есть, нам просто спрос вообще-то рождает потребление, да, производство. И, конечно, нам никто не навязывал, мы сами просто жуткие потребители, и вот это так называемое, навязанное общество потребителей, оно не навязано извне, это все из нас изнутри выходит, вот и все, а нам просто дают то, чего мы хотим. Конечно же, Иисус был ярким примером вот этого совершенства и исполнения арджавы, да, поэтому здесь, конечно, и говорить нечего, и все мы христиане должны максимально эту арджаву, эту нестяжательность, о которой мы уже тоже говорили в разных вещах, вот эту вот простоту жизни в своей жизни исполнять, да. Есть в нерелигиозных системах, мировоззрениях такое понятие, как минимализм, кто-то слышал, да, то есть все это об одном. Хорошо это или плохо? Сейчас, позже мы с вами, естественно, ответим. Но, как мы видим с вами, здесь есть и это арджава касается не только плоти, да. Это не просто вот такого видения образа жизни, беспышности, речь идет о чем еще? Здесь опять идет такое пересечение, то есть это простота из жизни душевной, да, то есть ты не скрываешься, ты открытый человек, то есть опять вот это пересечение, конечно, понятие, о котором мы говорили, искренность, открытость, но здесь идет речь вот о такой действительно детской простоте. Вы помните, что Иисус призывал, будьте как дети, да, да, при этом Иисус говорил такие фразы, будьте мудры, как змеи, да, и просты, как голубы, но мы помним, и что Иисус говорил, будьте как дети, причем говорил он в определенном контексте. И как я в этих видео стараюсь, конечно, не сильно углубляться все равно в Евангелие, а лишь вот так вот как-то мотивируясь, заинтересовывая, особенно тем людям, кто, может быть, я говорю, будет слушать эти видео, даже вообще будучи не знаком с Евангелием Иисуса Христа, то я лишь хочу своими словами так в простоте заинтересовать, поэтому не нагружаю какими-то конкретными ссылками, текстами, и, конечно же, ну я все равно напоминаю, что-то прямо зачитываю. Если мы, кто вспомнит Евангелие, кто читал, а кто нет, я говорю, обратиться, то вот особенно есть такое место, это Евангелие от Матфея, шестая глава, и просто в синодальном переводе, кто знает, естественно, разные есть переводы, кто не знает, вот я сообщаю, и синодальный от русского перевода, конечно, так скажем, сильно отличается, и синодальный переведен абсолютно неверно даже, не то, что неудачно, а вот новый русский перевод сделали очень хорошо. Иисус говорил, смотрите, это середина на горной проповеди, по крайней мере, по Евангелии от Матфея, как он ее собрал, но неважно, когда и где Иисус говорил слова, и действительно мы знаем, что он говорил их не раз. Ну, я вам зацитирую лишь один стих. Смотрите, не выставляйте свою праведность на показ, иначе не получите от Небесного Отца никакой награды. То есть не выставляйте свою праведность на показ, а перед этим, ну, по крайней мере, по тому же саму Евангелию, в на горной проповеди мы помним, как она с вами началась, а тому, кто не помнит, не знает, я напоминаю и рассказываю. Иисус говорил, что если ваша праведность якобы не превзойдет праведности книжников, то есть людей, тех, которые говорят и ничего не делают, и фарисеев, которые делают, но делают вообще не то, исполняют законы обряда культа, религии, какой-то бред, придуманный ихними старичками и бабьими баснями, то эти люди ничего не добиваются. И уж о том, что Иисус говорил, что вы гробы окрашены, да, что внешне вы кажетесь людям праведными, а внутри суть мерзость, да, как в гробе лежат кости и разлагающееся тело, об этом Иисус говорил постоянно. О лицемерии. Ну какая может быть арджава в человеке, в совершенстве добродетели, если он человеку думает, что сказать по лицу, не в смысле, что учитель оценивает своего ученика или человека и вообще понимает, что ему надо сказать в хорошем смысле слова. Да, он искренне, но он понимает, что сейчас это неуместно говорить об этом, это бесполезно с учениками говорить о каких-то высоких вещах, если человек еще низкие вещи не сделал, более простые, более понятные. Это никакой не лицемерие, не открытость, это просто всему свое время называется, да. А другое дело, когда ты понимаешь, и сердце тебя обличает, Бог тебе говорит в твоем сердце, что ты должен сейчас делать и сказать, и ты этого не делаешь. То есть ты противишься духу истины в тебе, божьему духу, святому духу, духу любви, правды. Вот это да. И этим страдают, да, очень многие люди, естественно. И вот это вот арджава, как мы видим, говорит именно об этом. Во-первых, не выставлять из себя то, чего ты не есть. И при этом, то есть быть таким, какой ты есть, если мы наоборот смотрим, да. То есть будь тем, кем ты есть. Пусть ты сегодня еще чего-то не достиг, пусть ты в чем-то слаб. Но пусть тебя люди видят таким, какой ты есть на самом деле. Не надо из себя мне делать того, чем кем ты не являешься. И наоборот, не надо скрывать то, кем ты являешься на сегодня. Я вот, знаете, я всем уже не раз говорил, я жалею, что я, я когда уходил. Вы знаете, это путь просто христианина, путь каждого человека. Мы увидим по Евангелию, как Иисус ушел в пустыню для испытания. И он не взял с собой туда никаких свидетелей. Образно говоря, сейчас эти свидетели, это та же самая видеокамера, да. Я всем говорил, да, я, конечно, жалею. Если бы я вот ввел свой блог или был блогером до покаяния, и, конечно же, возможно, у меня это плавно перетекло бы, вот, ну, особенно влог бы был в моей жизни, да, до покаяния. И я бы ввел, и потом, когда я покаялся, я бы все это тоже записывал. Было бы интересно проследить мою жизнь, и люди бы знали мою жизнь от начала, да, вот так скажем, хотя бы покаяния, уж не говоря, от начала там жизни, да. И когда я уходил, еще Ютуба-то, он был уже, прям год в год практически, когда я ушел в себя, появился Ютуб, и то он пока развивался, я его знать-то не знал, да. И когда я вышел, так скажем, из себя уже стал возвращаться в мир, да, из своей пустыни, то оказался это Ютуб. И, конечно же, там я уже просто рассказывал о всей своей жизни, а ведь все забываешь эти мелочи. Конечно же, живой дневник вот такой, если бы он был записан от начала, какой я прошел путь, что я делал, да, что изучал, как мыслил, было бы, конечно, не безлюбопытно, да. Вот, ну, есть мы то, что есть, и все мы в определенное время, я говорю, вылупляемся из этого яичка пустыни, рождаемся свыше, и начинаем путь восхождения в небесное царство. И вот, конечно же, на всем этом пути всегда надо быть честным с самим собой, с окружающим, быть тем, кто ты есть. К сожалению, в псевдохристианских религиях это, в принципе, невозможно, там это просто под запретом. Там невозможно говорить то, что там невозможно быть самим собой, невозможно думать, как ты хочешь, говорить, поступать. Вот если ты считаешь, что это вообще не является грехом, то, что там понапридумали, и ты живешь абсолютно другой жизнью, тебя загнобят, тебя отлучат, тебя что угодно с тобой сделать, потому что церковь считает, что нет. А вот ты почему-то дошел и говоришь, слушай, я вот не понимаю, почему это грех. И наоборот, почему мы вот это делаем, а это же грех самый настоящий. Попробуй в псевдохристианских культах и религиях под названием православие, католицизм, протестантизм такое что-нибудь сделать. Нет. Там двуличие, скрытость воспитывается с самого-самого начала. Двойная, тройная, четверная, десятерная жизнь. Псевдохристианины – это вообще норма для них. Они в храмах одни, на работе другие, дома третий, среди друзей четвертый. Это каждый, кто встретится с христианином и вникнет немножко в его жизнь. Того человека, не просто там, конечно, спросишь, каждого второго на улице, он православный, там нет. Реально человек, который, в принципе, ты знаешь, что все-таки ассоциирует, как все с христианством, изучает его, пытается как-то жить, там ходит в церковь, как говорят, да, в храмы в эти. Вот если вы такого христианина понаблюдаете, увидите, как многолика его жизнь. Он везде разный, да. И это не то, опять о чем я говорил, да, что человек просто где-то мудрый, и действительно каждому может просто свое сказать, потому что люди разные. Мы видим, как Иисус тоже с разными людьми по-разному общался. Вот. Он не всегда всем отвечал одно и то же, всегда одинаково, всегда к одинаковым призывал. Причем есть теоретические, так скажем, лекции, да, есть просто проповедь, в которую ты можешь к совершенству призвать, есть, где ты, в частности, сначала говоришь, давай-ка вот это. Вы помните, как к Иисусу подходит человек, богатый, небогатый, не суть даже важна, юноша он был или старец. Иисус его призывает продать все, что он имеет, а человек был очень богатым. Раздать нищим. И только тогда приходить к нему и следовать за ним. Но он говорил это далеко не каждому. Хотя при этом его ученики, которые были с ним, в общем-то, даже после этого эпизода, они обратились к Иисусу и сказали, вот мы от всего отреклись, идем за тобой, и что же будет нам, да. То есть, в принципе, они действительно так делали. Но Иисус далеко не всем говорил, да, вот там прям продай тоже. Хотя действительно вот эта вот нестяжательная жизнь, простота жизни, она, естественно, и есть дух, тоже христианство. И вот это вот, конечно же, двуличие, вот, да, по плоти мы разобрались, тут попроще, да. Вот, и по плоти, по поводу простоты жизни, вы знаете, это реализуемо в ре... Я вот опять переключусь тогда, да, я не договорил до конца по плоти, чтобы никто не смущался. Вы знаете, это реализуемо в люб... Я всем говорю, по крайней мере, сейчас я касаюсь христианств, то же самое, и уверен, что вот в йоге то же самое все, в этом плане, по крайней мере, что это заповеди не каким-то особым людям, да, каким-то уникум, индивидуальным. Когда вы читаете, изучаете, слышите любое учение о святости, совершенстве, добре, оно никогда не разделяет людей на тех, которые могут это исполнить или нет. Тут весь вопрос в реальном простотем проявлении, да, если это многодетная семья, много забот, попечений, в современном мире есть автомобиль, сейчас далекие расстояния для передвижения, это нормально, если у семьи есть какой-то, причем не обязательно самый там, простите, запорожец, да, какой-нибудь более-менее нормальный автомобиль, новый, да, потому что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, да, я на своей жизни это тоже испытал, дешевые, некачественные, да, потому что ты переплачиваешь, не только скупо переплачивать, но вот такое вот отношение к жизни, к вещам, да, вот, и то, что Иисус сам не имел, там, скажем, мерседесов, лимузинов, лошадей, лошаков, там, да, этих каких-нибудь возниц на которых или носилок, как там носили хозяев, да, это, конечно, для нас действительно всегда величайший пример и образец для подражания, но надо не забывать, я говорю, что Иисус, допустим, в реальной жизни был еще и холостым, так скажем, да, несемейным человеком, и, в частности, поэтому хочу сказать, семейным людям, да, чтобы не соблазнялись и исполняли этот добродетель в своей жизни настолько, насколько это возможно, но я говорю, опять же, я пример привел вам, вспомнил, параллельно еще помимо йоги, возьмите, говорю, такие, можно сказать, их даже атеистически зачастую, это мировоззрение, минимализм всем известный, да, то есть такое-то тоже целое движение, и оно тоже его применяет, причем есть проповедники, минималисты, семейные пары, да, и не просто муж с женой, а и с детьми, да, и проповедуют, и живут, то есть люди просто, в чем вся суть, вся фишка, действительно, достоинство таких людей, они пытаются это исполнить в своей жизни, они не ставят себе сразу каких-то преград, ой, это невозможно, да, это уже одно эта фраза, одна эта мысль, что ты уже себе решил положить, ты попробуй сначала, да, вот, о вещах мы с вами уже говорили, здесь то же самое, и вот по поводу, конечно же, это тоже важно, ну и по поводу души, вот уже тоже поговорили, в принципе, я буду заканчивать, вот это вот, конечно же, двуличная жизнь, скрытая жизнь, она, естественно, Христом всегда порицалась, всегда Иисус призывал к искренности, к открытости, к вот этой вот, действительно, сам Иисус говорил, если свет в этой же Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, которую я часто вспоминаю, как самую достаточно просто известную даже и не для христианского мира, Иисус говорил, что если свет, и вы свет мира, если свет перестанет светить, то что толку-то тогда, если вы соль земли, если соль потеряет силу, то что с ней сделать, выкинуть на попрание людям, да, вот, здесь во свете, там хоть Иисус дает, в частности, в Нагорной проповеди в этот момент, подразумевает туда еще добрые дела, да, так сказать, чтобы люди, тогда светит свет ваш, предлими, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Бога в день посещения Отца нашего Небесного, но, естественно, так как Иисус сам употребил общее понятие света, туда все входит, да, поэтому вся твоя жизнь, она должна быть открытая, какой ты есть, так и живи, ты просто наблюдай за собой, в чем видишь в себе недостаток, тут же исправляй, то искайся, это одни и те же слова, покаяться, значит, исправиться, вот, если ты считаешь, что это действительно, ты понял, что это нехорошо, а как ты будешь это делать, у тебя должна быть цель, цель в жизни должна быть у нормального человека, это святость, совершенство, обожение, как есть такое в православии понятие, в католичестве, вот, и тогда, да, тогда ты увидишь все это, и вот именно не вздумай никогда делать из себя то, кем ты еще не являешься, если ты действительно, пусть это даже самое хорошее, ты к этому стремишься, да, и не надо скрывать своих, если ты, говорю, будь таким, какой ты должен научиться жить так, как говорится, нараспашку, да. Здесь сейчас, видите, речь не идет о душе, нараспашку, в смысле, всем все вот именно говорить, вы помните, Иисус сам по-разному все-таки общался с учениками где-то, и с противниками, и с праздными слушателями, сейчас речь идет о самой жизни, то есть, молчаливой такой жизни, проявления своих поступков в своей жизни, будь таким, какие ты есть, да, говори так, как ты сейчас думаешь, ты, может быть, через год покаешься, изменишь свое мировоззрение, вы знаете, есть такая мудрость, что не меняет свое мнение только глупец, да, мудрый человек, если признает что-то новое, что он, чего он достиг за совершенство, что он узнал, кто-то его привел, только дурак и глупец будет закосневать, вот ради принципа, я же как я поменяюсь, я столько лет там проповедовал такие убеждения, это глупый человек, глупый, неразумный, трусливый, и вот именно скрытый человек тогда окажется, он противится духу истины в своем сердце, бог ему открывает, неважно через кого, он что-то новое прочитал, услышал случайно, или сам бог действительно его освещает, и он понимает, что вот это нехорошо, и мне надо измениться, я узнал что-то лучше, так отбрось старое, отбрось ветхое, и последуй за новым, и вот это вот действительно, вот эта открытость, простота жизни, простота самим собой, вот эта душевная простота, даже здесь уже духовная получается простота, то есть будь открыт к новому, будь открыт к лучшему и к свету, будь открыт, и не скрывай, ну Иисусу не было причины и повода скрывать свои недостатки, у них не было, он совершенный бог, явившийся во плоти, а вот уже из книг так называемых, кто знает книги деяний апостолов, их посланий, ну под общим таким названием апостол, писание, сборник писаний, состоящий из вот книги деяний и посланий апостольских, мы видим и их недостатки, мы видим их несогрешения, мы видим путь ихнего возрастания, перемены их не в лучшую, а иногда даже в худшую сторону, когда они говорят о себе или о других, это очень хорошо, это вот то же самое, что глупо идеализировать раннехристианскую церковь первых учеников Иисуса Христа, потому что из ихних же вот этих посланий, книги деяний апостолов, мы видим, что они такими не были, они тоже проходили уже дальше практически без своего, причем учителя, как мы сегодня с вами вот и почитали, что конечно же учитель будет там вести своего ученика, ученик должен сам быть стойким, сам должен быть простым, сам должен не скрывать все это, вот. Ну что тут еще сказать? В принципе, по-моему, мы все поговорили о Арджаве, должен себя, так, никем, ну да. Ну да, да, этим и закончим. Стараться быть искренним с Гуру или Гуру Пхаями, это крайне необходимо, потому что если ваши проблемы на виду, то все постараются вам помочь, чем смогут придерживаться Арджавы не так просто, как кажется, когда вы открыто так же говорите о своих недостатках, вы внутри за них уже меньше цепляетесь. Ну, вы знаете, тут идет речь, кто читал святых отцов так называемой православной католической церкви, там есть вот что-то схожее, да, вы помните, что исповедование своих грехам своему духовному отцу, да, и что там, типа все вот это открывать. Вот действительно, на этом тоже тогда закончим, еще поговорим. Конечно же, искренность перед своим, если у тебя есть учитель какой-то, человек, который является для тебя примером, образцом для подражания, ты видишь, что он этого достиг, только учитель должен быть опять, вернее, для тебя, ты должен видеть реально, ты сам себе должен признаться, что этот человек это достигает. Это будет полная глупость и опрометчивость и вред человек самому себе нанесенный, если он вдруг из какого-то человека сделает то, чем он не является. Почему я обличаю, кто знает так жестко всех этих псевдо-христианских учителей, там, в православии, в католицизме, в протестантизме, их неказырная фраза, которая сама себя их опозорит и обличает, они говорят, я ничего не знаю, но вот святые отцы сказали, я не умею, но вот я слышал, так надо делать. Я читал, у святых отцов, учения церкви, и вот люди по своему неразумию, этих людей выбирают себе учителями. Кого ты выбираешь, он сам о себе свидетельствует, что он не знает и ничего не понимает. Каким образом ты учишь делать тройное сальто назад с тремя финтифлёстами, винтами и переворотами, если ты сам его делать не умеешь? Упаси меня, Бог попался в руки такому учителю. И вы всегда побежите к человеку, если вы увидите, что он сделал, это дестерное сальто назад, да, и не то, что не сломался шею, а ещё и встал идеально на ноги, да. Вы сами побежитесь, покланяйте ножку и говорите, научи. Вы видите суперпианиста, вы скажете, научи. Вы видите суперэтового, так скажешь, научи программиста, да. Естественно, в религиозной жизни не вздумайте попасться к человеку, который просто кем-то назначенный авторитетом на себя натянул, да. Этим сам не является, на кого его натянули, святейший, там, пересвятейший. Он святейший, это по жизни вы посмотрите на него. Много в нём святости, настоящей личной святости по всем вот этим добродетелям. Вам есть чему у него поучиться? Да. Покупать часы за пару миллионов долларов или что? В этом вы будете у него святейшего учиться. Естественно, это относится, кстати, и к учителю, и к ученику, и к гуру, и к гурёнку, да. К кенгурёнку. К братьям и сёстрам, мы видим, под харми, во христе, да, если на христианский язык переложим. Вже по жизни друзья там, да, если вы в каком-то вообще нерелигиозном мировоззрении. Это, конечно же, прежде всего, начинать надо, конечно, со всеми людьми, вот в этом плане открыть. Не говорить, что душа нараспашу, когда ты свои какие-то тайные мысли открываешь, тайные, я имею в виду, ну что-то у тебя лежит, у тебя незнакомый человек просто может, да, сгнобить потом, да. Конечно же, тут всё надо с рассуждением, ну и речь идёт действительно, когда идёт вот Иисус обличал вот в этой лживой выставлении псевдоправедности, которые не являлись те, кто и выставляли. Речь идёт о сознательном, таком умышленном, либо выставлении себя, либо сокрытии, наоборот, своих каких-то пороков, да. Вот, здесь не идёт речь о том, что, конечно же, не каждому в жизни мы можем каждому первому встречному рассказать всё, что у нас на сердце, да. Тебе, скорее всего, это... Открыть душ, в эту душ, скорее всего, тебе просто нагадит, да. Зачастую это будет так, вот. И это действительно условие, да, условие. Ну и что ж, заканчиваем видео, как всегда, ответ именно на вопросы Елены. Арджава. Что такое йога? Йога одна из добродетелей шагов по ступеньке ямы. Добродетели Арджава. Что это такое? Это вот эта вот открытость, да, простота жизни, причём как по внешнему, по телу, так и по душе. Нужно ли такую йогу практиковать? Как я к ней отношусь? Конечно, положительно. Нужно ли христианину практиковать такую йогу, такую добродетель? Не нужно, а можно, обязан практиковать. К этому всегда призывал Иисус Христос. Закончу я его словами. И словами апостолов. Будьте просты, будьте как дети, да. Если не будете как дети, не обратитесь и не станете как дети, не войдёте в небесное царство. Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Спасибо. Продолжение следует...